С конца августа по сегодняшний день отелям, функционирующим в Азербайджане, выписали 213 штрафов за нарушение правил работы гостиниц в период пандемии коронавируса. За выполнением предписаний тщательно следит Госагентство по туризму. Структура систематически проводит мониторинг отелей как в столице, так и за ее пределами. Ежедневно осуществляется мониторинг более 70 отелей. На долю Баку приходится порядка 50. Особое внимание уделяется туристическим районам Азербайджана. Мониторинг там осуществляется почти каждый день. Контроль отелей проведен в 21 районе страны. Процесс осуществляется с августа прошлого года. В числе обязательных правил наличие так называемой карантинной комнаты. В нее помещают персонал либо посетители отеля, у которых обнаружились симптомы COVID-19. Это помещение располагается на незаселенном этаже гостиницы. Также важно наличие в каждом номере масок и дезинфекторов. При обнаружении симптомов коронавируса гости либо сотрудника отводят в карантинную комнату. Для сопровождения необходим специальный костюм. Его можно найти на ресепшене. Цель мониторинга обеспечит в первую очередь здоровье граждан и беспрерывную деятельность отелей. Сейчас вновь появляются возможности для развития внутреннего туризма. Наши граждане совершают поездки в регионы страны. Отели загружены. В основном это касается зимних курортов. По этой причине там совершены определенные изменения в управлении. Они касаются в том числе резервации. К примеру, чтобы избежать загруженности, определенные услуги предоставляются только тем, кто заранее сделал резервацию. Массовость создает риски, которые могут негативно сказаться на эпидемической ситуации. По этой причине в Шахдаге и Туфандаге наблюдаются определенные ограничения. Помимо этого, для представителей отелей проводятся тренинги. Каждая гостиница определяет ответственное лицо, которое следит за эпидемической ситуацией. В центре внимания держат и вопрос развития туризма на освобожденных территориях. С этой целью будет подготовлена соответствующая стратегия. Уже запущена программа для гидов, проведены тренинги по Карабаху. Этот процесс будет носить продолжительный характер.